многие таки не могут устоять перед ее внешкой не заинтересная конструкция и более экономичная что дешевле купить машину из америки или же покупать здесь как будто действительно ты в машине находишься подумал что до 4-дверная купая машина медленнее на 3 секунды но кажется что ну самая быстрая машина практически цены интересуют всех и постоянно не надо путать электро ручник с электроприводом ручника и это второй любимец в беларуси всем привет ребята вы на канале юра сегодня поговорим о самом на мой взгляд кассовым d-сегменте потому что д-класс больше всего ну б-класс и c это уже когда люди начинают тут когда покупая новый автомобиль начинаешь с б-класса надеешься на лучше на c и в д-классе большинство людей оставляется потому что должный комфорт динамика потребностей в комплектации габаритах автомобиля и уже многие в е и в класс сверх комфорта уже не тут хотя и классы еще не сверх комфортно хотя да есть у mercedes уже пневматом режимы подвески но f-класс премиально я уже молчу но многие все равно остаются на д-классе самый ликвидный самый спорный класс и это второй любимец в беларуси и потому что вернее это уже первым оттянул в сторону отодвинул талисман тоже все на рено талисман начали фапать уже приемлемая цена хороший надежный дизельный простой мотор тоже до отличный внешний вид не спорю и все покупали талисманы уходили от пассатов от ауди а4 но идет 4 дороже от мандео от чего все равно по качеству отделки все равно не дотягиваю конкурентов молибу честно скажу когда видел в первый раз я подумал что до 4-дверная купе и когда я первая машинка начали у нас появляться я искренне верил что-то 4-дверное купе но когда уже увидел выходящего понял белые молибу как сейчас помню выходит владелец я вижу рамочную дверь я пошуто все-таки седан но внешне она реально как 4-дверное купе она выглядит как пасса cc 5 audi audi a7 там силы с и все эти автомобили также были на канале и действительно элегантный классный внешний вид куда можно сказать что 6 мазда тоже на нее похоже в план 4 дверки но все равно молибу смахивает больше на это и плюс ее габариты машина длиной имеет четыре метра девяносто два сантиметра но 4 923 если в миллиметрах то есть почти пять метров по длине это уже на войске чуть длиннее в коротких версиях конечно не лонговая ног каратыши практически уже с ней совпадал ну конечно больше не за 5 там 505 по моему до 3 по длине по колесной базе также 283 по моему отличная колесная база за счет этого машина мягкая потому что у многих 2 и 7 277 здесь все равно еще пять сантиметров сверху это всегда плюс к автомобилю и опять же по ходовой несмотря на то что спереди макфрисон сзади многорычажка машина достаточно мягкая тоже благодаря физическим параметрам десны минус как вот многие будут говорить то что спереди сайт эти плавающие плавающие сайлентблоки они не дешевые ну и разумеется наши люди ставят обычные сзади под подушки выпустили комплект шайб тоже наша простое дешевое решение комплект шайб устанавливают когда машина падает чувствуется какой звон удар когда особенно при резком старте 8 долларов стоит комплект этих шайб но есть более дешевое решение к токарю по размеру вытащить подложить или даже в магазине такие продаются 10 миллиметров диаметр отверстия 30 миллиметров сама то есть три сантиметра шайбу здоровая шайба под гайку на 19 там под был нужно поставить и в принципе там сколько за пару рублей меньше чем за доллар но за доллар можно купить весь комплект шайб но чуть больше чем за доллар вместо 8 10 тоже не просят но и первое конечно же цены подожим цены интересуют всех и постоянно но я смотрел машины в продаже и до рестовый арестов что они вышли в шестнадцатом году ну представили в пятнадцатом вышли 16 18 был рестайлинг наш машина восемнадцатого года до рестовая но многие отличат по решетке в общем по ценам самое минимальное это 10 500 серебристая машина с 1 и 5 бензином потом идет 12 800 также с 1 и 5 и 19 года самые дорогие 27 700 25 500 там 24 900 вот такие уже цены то есть машину взять восемнадцатого года можно примерно за ну смотря конечно комплектация если поведение комплекта за 14 15 тысяч долларов сейчас можно идти когда все дорожает то есть по двигателям здесь широкий спектр целых три бог троицу любит 1 и 5 2 и 0 и 18 гибрид как у нас тоже интересная конструкция и более экономичная по 1 и 5 и 2 и 0 это четырех цилиндровые двигатели потому что вот сейчас тенденция у бмв б-38 1 и 5 у джили колред я снимал 1 и 5 тоже был на роботе у волево того же здесь не здесь 4 цилиндровые моторы и по 1 и 5 многие могут сказать что не хватает ему динамики да чушь все это в принципе динамики хватает потому что того же вага 1 и 4 тфс и и в европе же 2016 года 1 и 5 там уже увеличили объем на нас 1 и 4 этажа skoda которая снимался 14 у нее разгон там 8 и 687 до 100 100 же 150 лошадиных сил то есть около этом 76 по моему что самое главное все будет интересовать 1 и 5 163 лошадиные силы 6 ступенчатая коробка автоматическая 20 250 лошадиных сил 8 ступенчатая коробка и таких тоже колоссальных проблем я не вычитал масло жара отсутствует если там кто-то литр доливает за восемь девять тысяч это не принципе не недостаток все нормально такие хронических заболеваний как примеру форда здесь нет потому что в свое время были мандео вот 13 14 год там постоянная проблема двухлитрового эко-бусто там варился поршень второго цилиндра 75 тысяч 100 за 100 у кого-то плюс-минус ну в каком городе автомобиль обслужится как он обслуживаться вернее где он ездит где больше пробок более температурной нагрузки варился раньше до 100 у кого-то после станут была проблема снимали линкольн который сейчас благополучно ездит он был новым 6 6000 пробега было у него все тогда сейчас все в порядке и таких проблем не но они ушли из 15 16 года по уходили здесь таких проблем хронических нет нас 18 гибрид атмосферник 122 лошадиные силы при 5000 оборотов 175 круча крутящего 4 с половиной тысячи оборотов также два электромотора 82 73 лошадиные силы и суммарно вся конструкция выдает стоять все две лошадиные силы но первое когда открываешь капот сначала офигеваешь и в ужасе его закрываешь потом все равно instinct и берут свое снова идешь смотреть и в общем привыкаешь и ничего так те не пугает два контура охлаждения у нас вариатор ну как все гибриды на вариаторе будет в большинстве своем и было видео по обслуживанию я про свою машину рассказывал про недостатки про mercedes и можете бы зайти посмотреть там цены суммы все указано и к чему я всегда говорил и упомянул в этих видео нужно грамотно свариве своевременное обслуживание опять же два контура охлаждения охлаждающую жидкость нужно заявлять свою а не то что по акции продается на заправка где угодно там вода цветная как я называю минус гибридов то что в клапанной крышке есть выемка там стольная мембрана которая на 130 140 тысячах пробега лопается начинается свист но американцы продают сразу клапанную крышку в сборе за 400 долларов клапан стоит 55 белорусских рублей но это меньше 30 долларов чуть больше 20 и меньше 30 там курсы постоянно у нас играют снимают клапанную крышку вырезают мембрану вставляют новую запаивают и устанавливать назад все проблема решена то есть в этом плане проблем нет многие боятся вариаторов но на таких автомобилях вариаторы это не автомобили с 300 плюс пробегом тысяч здесь вариаторы все равно отходит свое и опять же нельзя забывать про частую замену и своевременного масла все эти жижи менять своевременно все будет нормально опять же повторяясь с 1 и 5 и 2 и 0 нет хронических проблем все все так как это америкос многих будет интересовать хотя не только американских автомобилей это касается многих что дешевле купить машину из америки или же покупать здесь ну конечно же дешевле пригнать из америки но сразу хочу сказать то что многие будет запчастей запчастями уже можно найти конечно чуть дороже это обходится примерно по 4 400 тысяч долларов до 5 у людей получается установлен это легкие удары там когда там бочина если же боковой удар там двери замяла крыло там бампер вот это вот уже придется раскошелиться но в плане от 3 до 5 люди в принципе влезают но подорожала доставка она подскочила до полутора тысяч потом упала до 1000 час около 700 800 долларов на около 1000 ну конечно если уже принципиально подойти к вопросу можно заморочиться и автомобиль конечно того стоит если вам нужен надежный повседневный автомобиль то это достаточно хороший аргумент с точки зрения цены качества надежность но в принципе всех качеств то что нужно от d-класса это достойная динамика хороший комфорт хороший оснащенный по комплектации салон комфортная подвеска и у этой машины все принципе то есть и невысокая цена по большому счету все равно потому что большинство конкурентов стоит дороже чем эти машины если уже эти с этой точки зрения к вопросу покупки то двери но все примерно и тот же пассат новак пассаты skoda audi все двери примерно по 700 по 800 если ввести под заказ машины собирают в корее то есть фары корейские бампера вот эти можно хотя усилители тоже бампера силе удар в морду где-то то все равно по 200 300 долларов усилители бампера тоже около 400 500 доллар ну плюс минус где-то можно дешевле найти если китай тоже дешевле но двери сама попадала это сразу 700 800 долларов готовьте и крылья ну крылья тоже уже можно дешевле найти конечно это не дверь но тоже немало ну покраска работа уже нужно найти нормальных мастеров договориться заранее сколько они возьмут за работу и уже посчитать она ну конечно желательно чтобы не было серьезных ударов особенно боковых потому что боковой удар самый опасный мне было замята стойка порог ну днище вот эти вещи морда в принципе тоже опасно если лонжерон придется вытягивать тоже придется повозиться особенно это не не так страшен технический момент что его можно выгнуть несмотря на сколько он его загнули но это уже сразу же рост стоимости работ это неизбежно но самое конечно легкое это поломанный бампер коснутый фар ну не мне об этом вам рассказывать конечно но я в том плане что если от морда ударе на замена этого всего то в полторы 1600 можно это влезть в целом но 1700 1800 вы выше думаю не прыгните если от морда просто ударена даже без подушек без это все легкий такой удар это все можно восстановить ну в полторы в 1700 вот эти деньги многие таки не могут устоять перед ее внешка несмотря на то что это седан но выглядит он как четырехдверное купе и это злобная внешность его подкупает она выглядит дороже чем есть на самом деле и за счет этого вау эффекта многие не могут устоять перед ней то же самое вышло и с курсом свое время когда десятом году вышел chevrolet cruz по сути это что это хэтчбэк либо седан либо универсал c-класса то есть opel astra тоже ну opel и opel что такого но внешне за счет чего эту машину и покупали для свое время она выглядела дороже чем есть на самом деле и то же самое происходит с этой машиной отдельная тема разговора это отзывы владельцев и как правило ну мало отзыва вообще потому что немного машин си 82 машины у нас продавалась но тем не менее отзывы очень малые в плане негатива потому что по большому счету все все устраивает все радуются то что нету масла жоров для многих ну конечно это тем относительно кто-то за 8 9 тысяч литр полтора до лед для для него от отсутствует масла жор в принципе другой педантичный горит если я стома 100 грамм долила значит уже есть то есть здесь относительно жесткого такого такой антирекламы по масла жору здесь нет многих радует комплектация некоторым там неудобно может хотя по насчет места в салоне никто не жалуется тоже там расположение некоторых кнопок привыкли с предыдущим автомобиля может не так хотя ко всему можно привыкнуть заново здесь нет таких неадекватных решений вот самое главное то что хвалят мягкая подвеска достаточно хорошая отделка салона скрипов никто не видел ну правда там машины были 200 тысяч пробегами там по моему 70 80 тысяч от пробег был у одного владельца который так ну целую статью текста написал в основном радовался за комплектацию двухлитровый бензиновый двигатель у него насчет опять же мягкости подвески некоторые вот хвалят мягкость мягкость владельцы ситрона c5 может попытается поспорить потому что за счет гидро пневмы мол ситран будет мягче кстати насчет клиренса я все физические параметры упоминаю но и забыл про клиренс многие тоже хвалят клиренс тоже несмотря на то что машина низкая в городской и сделать лежачие полицейские и качество наших дорог ямы выбоины машина в общем-то днищем не цепляет но здесь есть дополнительная защита установлена то есть в этом плане конкретно этот автомобиль в неплохой комплектации у него красивый цвет это сине-фиолетовый перламутр но вечером она черная сейчас она так сине-фиолетовая черные диски красным тормоза тоже классно эффекта придает единственный минус багажника в такой версии то что 201 и 5 аккумулятор стоит под капотом здесь стоит тут основной электро моторы здесь аккумулятор это здесь седается часть багажника ну такое впечатление как будто вас саввуфер здесь установлен которого нет на а вот но но пара сумок все равно сюда поместится здесь больше места чем бы класса c там класса вот и класса равносильный будет багажный объем но не так критично еще если так грамотно все расположить то все должно влезть сюда сейчас слышен шум проезжающих машин потому что за нами так не кислые потоки идут сразу от шум отстраняет тебя ну как будто действительно ты в машине находишься потому что если взять эти не хочу никого обидеть эти приусы toyota тоже гибриды многим интересно помню тоже в такси на ней ехал но шумоизоляции практически нет здесь уже ощущение автомобиля действительно ты гибриду не относишься как к недоавтомобилю почему у меня было такое ощущение впечатление свое время если честно здесь нет здесь так ну по ощущениям первый раз рулем гибрида по сути по качестве отделки вот не сказать что прям передовые топовые материалы но в сравнении с бюджетными автомобилями которые стоят гораздо больше новыми чем стоит эти машины бу нет вот это вот эффекта отслоение дверных карт вот это вот здесь хоть какая-то вставка из кожи и насчет кожи салон здесь ноту угадаете салон родной все в порядке угадайте пробег автомобиля так на скидку до того как я скажу пробег здесь пробег сто шесть тысяч километров все родное все прекрасно все эти хромированные полоски все так красивый сам интерьер салона ну на 5 баллов просто от круто и хорошо сделано здесь на здесь уже немного упростили чтобы чуть-чуть больше заморочились выглядело бы поинтереснее вот такие вот кнопки расположения направление потока воздуха мне напомнила volvo вот volvo и 60 что-то подобно такие здоровые кнопки здесь были что-то по интерьеру по дизайну этот напоминает по комплектации здесь достаточный топ а еще по салон хотел сказать и плюс этого салона 106 тысяч и здесь все в порядке ничего не затерто сидение не продавлены по рулю тоже не скажем сутку на ездил здесь смело можно если так вы черный перекуп так скажем 60000 здесь можно смело мотать 6567 чтобы не возникало подозрений тогда 70 и в принципе да не отличить и не докопаешься преимущество серьезным что мы привыкли что японцы надежны но от мазда 6 вот в этом аутсайдер потому что там был пробег за сотку чуть больше чем здесь конечно но на глазах это было уже как будто 200 с лишним тысяч машина уже наездила уже салоны затирается это видно хотя там был не кожаный салон да но все равно они ставится что после 100000 салон просто устает конечно приятно можно это перешить это не проблема но приятно когда-то скажем так в родном материале долю дольше сохраняется надолго по комплектации подогрева передних сидений круиз к сожалению не активный но есть подогрев руля контроль полосы ну громкая связь управление пунктами бортового меню мультимедиа 9 дюймов android система здесь стоит про лес андроида плюс еще заде розетка 110 вольт ноутбук можно зарядить и самое главное конечно полным полного свободное место вот здесь можно еще вперед подвинуться но за за мной человеку тесно особо не будет еще на бомбе тройка тесная да мне здесь вот если взять к примеру даст бмв тройка это только тесновато но за счет тут длинной колесной базы здесь просто выигрывает даже больше места будет чем тоже мандео наверное у пассата плюс широко да и шиши широкая широкая колья у машины и высота немало то есть до потолка еще место есть высота ее 1463 по моему почти полтора метра высотой плюс еще это электро ручник вот тут внимание не надо путать электро ручник с электроприводом ручника я на днях списался с подписчиком мне написал говорит посмотрел твои обзоры там я не помню что он смотрел видимо про мою машину что еще что ты хвалишь электро ручники ведь это ты как он написал ведь ты получается дезинформируешь людей и подвергаешь их на большие траты денег на большие расходы ну как обычно обоснуй начинает вот в процессе разговора выясняется что 0 и 65 вот электро ручник да он запарил трассы сейчас покупал ты знаешь сколько от роста это у нас курс доллара 259 трос стоил 200 рублей ты понимаешь какие-то деньги все я говорю ты сам отличаешь электропривод ручника с электро ручников то у меня в автомобиле есть также и здесь вот в audi a8 d3 который прямой конкурент 65 бмв здесь как снова кнопка и два электромотора на суппортах электромоторчики зажимают колодки все у вас ручник автоматически 65 и вот и многие французские автомобили начали нулевых начали тем грешить уже тоже с кнопки автоматические срабатывания ручника там уже был электропривод ручника именно да вы нажимаете на кнопку но стоит модуль управления который натягивает трассы то есть ручник механический но не вы своей рукой там или ногой как у mercedes ножной там механический ручник делать а электромодуль за это он окисляется он тоже делает вам мозг а именно электро ручник это кнопка и два моторчика которые ну про проще и по мне но он лучше чем этот электропривод поэтому не надо тоже путать эти два понятия что многие смешивают и начинается спор бардак и никто не понимает почему конструкция отличается и дороже но я замечал между подписчиками вот мы спорили одно время вот и вчера один такой же опять же написал мы с ним поспорили вот но человек задумался видимо понял свою ошибку а самое главное что еще забыл автопарковщик и ну опять же стандарт парктроники контроль слепых зон но с автопарковкой тоже нужно иногда следить потому что я когда снимал qashqai я тоже активировал автопарковку и машина заехала скажем так не до конца активно хотя она видела слепые зоны короче говоря она чуть в мой автомобиль не уехала я на тормозах его поймал отъехал нас вперед на хотя она по камере она видела траектории движения было на мой автомобиль и она активно ехала из тормозы сам контролировал тормозами остановил отъехал активировал заново она заехал но на заехала в две полосы то есть разделительная была корот посередине автомобиля то есть как они тоже очень часто пишут не доверяйте камере камере заднего вида перепроверяйте сами и также насчет автопарковки что мол перепроверьте также на работу системы так зачем с другой стороны тоже она нужна если нужно контролировать но в принципе удобно особенно до начинающему водитель чтобы никого не въехать то да можно остановиться хотя когда проблему самого с габаритами неуверенность тоже можно испугаться но в большие в большинстве случаев по мультимедии можно отследить траекторию направления намерения автомобиля это можно поймать но и если не хватает пространства что самое главное начинающие водители если не хватает пространство автомобиль сам автоматически туда и не поедет то есть эти вот моменты улавливается а там уже он сам заказит куда вам нужно сзади места предостаточно с учетом того что водительское сиденье назад еще отодвинуто по нормальному мне нужно же вперед подвинуть уже хорошо удобно сидеть спереди уже практически полулежа еду в развалочку и при всем при этом вот еще до переднего сиденья места хватает тоннель центральные невысокие там сантиметров 5 то есть не так ноги сгибать и перед спокойно можно с места на место переместиться за счет этого еще моральная морально пространство больше потому что несмотря на то что над головой еще место есть создается впечатление особенно с улицы то что как я сказал машина похожа на четырехдверное купе то есть мол крыша ниже объем меньше салона и кажется что ты в тесноте морально но по факту физически никаких ущемлений нету абсолютно никакой тесноте речи не идет но приятно и сзади вот можно сидеть в развалочку обзор хороший про подлокотник с двумя подстаканниками все по госту нету люка для перевозки дальномерных вещей по известным причинам я говорил когда в багажнике снимал то есть есть свои нюансы с этим но плюс есть есть розетка за счет этого сила действия равна силе противодействия в чем-то ущемляют вас но вот преимущество то что можно и ноуты заряжать все что угодно и здесь и работать по большому счету и место позволяет но здесь раскинуть кожа все равно очень хорошие сиденья достаточно мягкие потому что уже у многих даже премиальных автомобилей после 100 уже начинает и затираться и трескаться ну с нынешним уже качеством отделочных материалов особенно кожи но остались желать лучшего здесь конечно по салону 106 тысяч и это жирный плюс и аргумент этого автомобиля непривычно заводка автомобиля я жду звука она не заводится первый раз рулем гибрида сейчас посмотрим как она едет и все то время ходил говорил нуждал когда мы уже поедем с одной стороны а у бензинка завелась уже слышно хоть звук двигателя двс родного с одной стороны от 1 и 5 ноут большинству хватит как я уже говорил там 163 силы 2 и 0 250 а здесь 182 ну вроде бы не то но эффект здесь дает именно эти электромоторы нет подрывают машину снизу хорошо спидометр маловат и скромный дизайн его шкала так скромно нарисовано как уже даже корейцы сейчас под спорткары где делают дизайн приборки уже все как будто там 1 и 6 атмосферный стоит 120 лошадей каких-нибудь тахометра нету тоже непонятно здесь именно это электро тема установлен но сходу да вот как будто эффект знаете как я на ну я люблю вак вы знаете вага дрочер то как будто хороший двухлитровый либо 18 тфс на dsg же бам-бам кого-то передачей забил вот такой эффект по разгону думала здесь подрулевые лепестки имитации переключения здесь еще дополнительная клавиша управление бортовым минимум с ростом скорости руль более тугой не такой плавный становится то есть есть такой мини адаптивный режим к движению если у трещин нажимаешь на педаль газа вот сейчас плавнее держу уже руль вроде такой но более расхлябанность такая получается машина больше мягкости речь и начинает давить уже руль более тугой уже машина начинает отклоняться от траектории ну достаточно резко быстро но самый главный плюс конечно это шумоизоляция тоже вот идет сплошной поток я не слышу от звука поражающих машин по тормозам тоже очень тормоза хорошо машина экономить нужно грамотно на я к чему веду не верю что переплачивать за наклейку я сам наклейка мне верит уж и пишут но что касается вот этот масел охлаждайки это все нужно покупать хорошее качество и не экономить на этом потому что машина с вами злую шутку сыграет она таких вещах уже где-то можно грамотно разумно экономить чему я веду я не вышел нужно все самое дешевое отвратительное качество ставить это тупо даже небезопасно что касается к примеру даже ходовой хотя ходовая уходит достаточно долго и смотря что на горчашка у нас уже собралось впечатление уже годами на горчашка сыпется дорогая невозможное восстановить здесь ничего нету минного еще все родное и ходовые ходят уже по 150 тысяч километров пробега первое будет развиваться конечно же передняя спереди макфорсон там опора стойки стабилизатора первые вот эти сайлентблоки дольше всего отходят потому что не более масштабные больше не выдержит там два сайлентблока стойки стабилизатора вся ходовая примитивно на шаровые опоры не знаю там не к чему особо прицепиться я у себя тоже спереди я достаточно динамично езжу но я мы не каждую замечаю я разбил только вот за пять лет владения разбил правую стойку стабилизатор но сейчас 2 куплю поменяю все то есть цепляться к ходовой что вы будете часто менять но здесь стыки чувствуется на машина достаточно мягкая на ходу здесь бывает машина на холд на 80 как я сейчас еду здесь гречи 80 машины чуть ли едва ли не подпрыгивают такой вроде как удар чувствовать здесь она мягко едет вот по звуку я слышу но по колесам по ходовой я абсолютно не ощущаю как будто еду по прямой а это звуковое сопровождение вот такой эффект и машина мягкая достаточно хотя вроде бы многие заявляют что пояса новость и троянцы 5 за их за счет их гидропневмы они самые мягкие в классе здесь я такого не скажу ну и по тормозам это чувствуется что он за счет до электродвиг там тормозов вспомогательная за счет электромотором тормозит это чувствуется что но у меня такой резкости ну как обычно это надо сесть проехать попробовать но здесь тоже свой кайф за счет электромоторов она быстрее подрывается начинает уже долбить но тоже интересный факт я коллектор к электромобилям равнодушно отношусь но вот с гибридом не интересно было попробовать вот класс начинает подрываться и автомобиль без проблем 120 берет то есть если брать даже двухлитровый турбовый двигатель я не скажу что он будет гораздо шустрее чем эта машина все равно здесь даже достигается эффект не за счет мощности трубонаду но это уже физические параметры не будут лекции читать я понимаю что многим зато скучно неинтересно и не нужно но в человеческий фактор это всегда обращать внимание на цифры чем больше лошадей тем лучше машина я не скажу что вот если в реальных условиях хотя конечно все от разгона зависит но я хочу сказать насчет разгона еще ребят кстати затронула тут мысль вот я снимала 8 d4 4 0 to fsi до машина едет там 4 3 до 100 спорт режим с лаунча и кинуть там можно еще быстрее раскачегарить но к примеру тот же абарт у которой там 75 по ощущениям он гораздо быстрее уже сидишь ниже больше слышишь ветра чуть похуже шумоизоляция за счет того что то родстер машина медленнее на 3 секунды но кажется что ну самая быстрая машина практически в мире вот и если брать сухие цифры либо где-то не замечаешь просто тишине машина ускоряется ведь эта картинка меняется без звука будто телезр без звука смотришь либо вот сам эффект сами эмоции от это другое другой разговор и здесь эмоции тоже я к чему что машина эмоции подарит вам не меньше а то и больше потому что тоже резкий скачок хотя в принципе в теории если робот скидывать передачу на нижнюю и тоже начинают крутить в отсечку ну то же самое где-то соответственно но экономия здесь больше немаловажно что двухлитровый меньше 12 в активном режиме есть не будет здесь 6 2 по городу здесь тоже здесь степень сжать 11 5 и там около ну по-любому там в турбодвигатель такой мощности по любому 98 бензин здесь атмосферник вот можно 95 укормить то есть это уже экономия не кисла на расходе топлива расход топлива ниже топлива дешевле чем 98 то есть на этом моменте можно сэкономить и здесь же сейчас не такой большой пробег 100000 это не приговор здесь очень в этом плане экономическом короче выгоняй потому что не нужно лезть вот электромотор обшим ноги уже будут бояться хотя предложен грамотном обслуживании приусы тоже идти в такси наматывали километр мало кто тоже заморачивался нормальными их обслуживание два контура охлаждения не забивайте про все эти жидкости полностью менять и все что положено по тем допуском которые также положены здесь и все будет прекрасно и не нет ненадежных автомобилей в принципе есть машины которые требуют к себе внимание некоторые узлы агрегаты про которые не нужно забывать и все будет отлично были непривычно молчит работы не работает хрен его знает 8 литра средний расход этого то что мы сейчас но и я ехал сейчас как псих вот с 60 до 120 8 литров средний расход ну вот и все по ней хорошая комплектация хороший цвет интересный двигатель под капотом особенно сейчас когда топлива то дорожает с каждым днем то вроде пока остановилась вот это реально полезная вещь простая ходовая все равно нету этих ну хотя опять же фанаты ситры на меня сейчас накинуться и владельцы тоже говорили что это не так затратно главное иметь хороших мастеров то проблема очень часто иметь хороших мастеров все сети гидропневмоподвеску все равно здесь более просто и надежно что наших людей в принципе устраивает и за этим все и гонятся масложоров нет скрипов салонов не таких уже барабанов и эти машины хороши особенно тем вот не хочу никого обидеть но все равно российской сборке автомобиля очень часто замечают от дешевый пластик особенно на bc классе где уже начинает выгибаться уже щели образуются но палец пальца не засунешь но мало что уже там несколько миллиметров и они начинают грохот издавать время движения это тоже очень не особо и приятно здесь же такого нет и уже на обшивке смотришь да может они не сверх качество но такого негатива уже не испытываешь но я не буду сворачивать на второй круг спасибо большое за внимание отдельно спасибо тем кто досмотрел это видео до конца подписывайтесь не забывайте про колокольчик соседи все в описании тик токи телегу в телеге мы обсуждаем всякие новости надеюсь вам понравится счастливо